Друзья, всем привет! Вы на канале Китайфак и сегодня на обзоре у нас электросамокат от компании Xiaomi. Это модель Mi Gia M365. Есть уже новая модель с приставкой PRO, но он уже стоит на 100 с лишним долларов дороже. Этот же электросамокат мне удалось купить за 20 тысяч рублей по акции. Так, друзья, самокат приходит вот в такой огромной коробке. Приходит очень быстро с российского склада буквально за три дня. Весит эта коробка 18 килограмм 100 грамм. На коробке наклеена эмблема, что в 2017 году этот самокат выиграл награду best of the best, то есть лучший из лучших. И также есть 5 кратких обозначений на коробке. Круиз-контроль, Energy-рекувер, то есть восстановление энергии, ABS есть, батареи сафити, то есть это безопасная батарея и эко-мод, эко-режим. И, друзья, давайте наконец-то откроем и посмотрим все поближе. Здесь сверху на крышке есть такая краткая инструкция по сборке, а сам самокат уложен таким образом. Давайте достанем и соберем его. Так, друзья, из коробки самокат идет вот в таком разобранном виде. Также в комплекте есть две дополнительных шины и в них вставлены две камеры соответственно. Есть инструкции, в том числе и на русском языке, все доступно, все понятно. Европейский сертификат соответствия, зарядное устройство, шестигранник с четырьмя болтами, чтобы закрепить руль и штуцер для накачивания колес. Вот такие две шины интересные, с таким протектором и внутри вставлены камеры. Очень круто выглядит на самом деле. Зарядное устройство имеет свой штуцер оригинальный и кому интересно, можете посмотреть технические характеристики зарядного устройства. Сам самокат, друзья, на мой взгляд, сделан абсолютно безупречно. Сзади стоят дисковые тормоза, их можно отрегулировать. Используются реально очень качественные материалы. Вся рама самоката сделана из прочного металла. Такая откидная ножка, толстая, мощная, сама платформа имеет такое противоскользящее покрытие, сделанное из резины и с такими пупырками. В переднем же колесе находится непосредственно сам мотор. Все крепления имеют такие мощные соединения, то есть, друзья, сделано все реально на высшем уровне. Снизу находится гнездо для зарядки, прикрывающийся такой резиновой накладкой. И здесь, как вы догадались, это батарейный отсек. Аккумуляторы, в принципе, можно заменить, если вдруг они испортятся. Запаса заряда этих аккумуляторов хватает примерно на 30 километров. То есть, согласитесь, это довольно большое расстояние. Если ехать в эко-режиме, скорость развивается не больше 18 километров в час. А стандартная скорость у него максимальная 25 километров в час. Так, друзья, на руле у нас ручки такие обрезиненные, удобные, тоже с пупырышками. Есть звонок, ручной тормоз, при нажатии на который загорается задний стопак. И вот такой курок для набора скорости. В верхней части напрашивается экран, но здесь, в принципе, ничего не показывается, кроме как четырех диодов. С кнопкой включения включаете самокат, и у вас показываются четыре диода, которые говорят о соответствующей зарядке. То есть вот сейчас четвертый диод мигает, верхний, аккумулятор заряжен не 100%, а где-то 85%, так написано по инструкции. И если снизу горит диод белым, то это говорит о том, что вы в стандартном режиме, максимальная скорость в котором 25 километров в час. Если кратко нажать два раза на кнопку включения, то он станет гореть зеленым. Это говорит, что вы перешли в эко режим, в котором самокат не так быстро разгоняется и имеет максимальную скорость 18 километров в час, что соответственно экономит заряд батареи. Да, и когда вы отпускаете курок и ей типа инерции, то энергия у вас сохраняется, то есть не расходуется. Также, когда вы включили самокат, если кратко нажать один раз, то загорается фонарь спереди. Если еще раз кратко нажать, то фонарь отключается. Да, из таких фишек еще сам курок от звонка является некой петлей при складывании самоката, то есть на заднем крыле есть такой крючок, вы складываете руль и вставляете эту петлю от звоночек, то есть он попадает в этот крючок и самокат можно переносить в руке. Чтобы отстегнуть просто нажимаете на крючок звонка и раскладываете самокат обратно. Собирается обратно также очень просто. Поднимаете руль, поднимаете вот этот язычок к штанге и закрываете вот на такую защёлку, все просто и логично. Так получилось, что эта модель самоката именно xiaomi m365 стала очень популярной и на нее сейчас просто самое большое количество всяких запчастей, всяких прибамбасов, примочек, тюнинга, специальных кейсов, которые устанавливаются на руль, чтобы складывать телефон, ключи, документы либо различную мелочь. Плюс ко всему на него реально очень много информации как что делать, как заменить колеса, как настроить тормоза, в общем всю информацию уже можно найти про эту модель. Поэтому друзья, если вдруг вы надумали приобретать электросамокат, то рекомендую смотреть в сторону этой модели. Как всегда ссылочку на лично проверенного продавца оставлю под видео. А если у кого-то уже есть такой самокат, то друзья обязательно оставляйте в комментариях свой опыт использования, какие есть у него проблемы, какие болячки и вообще в принципе эмоции от пользования данным аппаратом. Так друзья, я поехал кататься, а вам желаю побольше положительных эмоций и отличного настроения. Всем добра, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok